Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши интервью с Ванифатием Шайкиным. Ванифати Васильевич человек в Чебоксарах хорошо известный и по прежней работе в органах государственной и муниципальной власти, и как руководитель крупного предприятия, а теперь и как председатель общественной палаты Чувашской республики. Ванифати Васильевич, здравствуйте! Добрый день! Ванифати Васильевич, пятый состав, уже пятый состав общественной палаты Чувашской республики приступил к работе. Насколько он изменился по сравнению с прежними годами? Насколько обновился? Ну да, действительно, 27 июня было первое заседание общественной палаты, где были организационные моменты решены, и с этого момента началась работа. Вообще, как шло формирование пятого состава общественной палаты? Сегодня общественная палата состоит из 33-х человек. Один из человек назначает глава республики из некоммерческих общественных движений, которые зарегистрированы в масштабе Российской Федерации. После этого один из человек назначает Государственный совет Чувашской республики из уже общественных организаций, которые представляют нашу республику. Вот эти 22 человека, которые глава и сам Государственный совет формированы, и начинают формировать уже общественную палату еще дополнительно 11 человек из общественных объединений, которые представляют муниципалитеты. Вот это тройной этап развития происходило. На сегодняшний день обновление произошло порядка 60%, обновился состав общественной палаты. Но если говорить, чем общественная палата занималась в прошлый этап, и что самое, то есть работали, выполняли свои определенные работы. Какие достижения вы считаете основными по работе предыдущих составов общественной палаты? Ну, я, конечно, так громко достижениям как бы не назвал, но есть процесс работы, но хочется тоже отметить, то есть это основной момент, то есть все-таки работа, потому что в прессе и в других средствах массовой информации чаще начали повторяться вопросы, приходят вопросы относительно выборов глав. Выборы глав местного самоуправления, выборы глав в районах и в городе. Обсуждая эти вопросы, то есть уже был такой большой круглый стол привлечением всех политических партий, которые у нас у вас имеются, общественности. Вот в декабре прошлого года обсуждали вопросы, выборы главы прямые или назначаемые. И все-таки население идет к тому, чтобы все-таки глав надо избирать. То есть они должны быть ответственными перед населениями. Но здесь тоже, конечно, грань тонкая. Например, сегодня очень хорошо, красиво можно напеть населению и набрать себе бонусы, а потом ничего никакого не делать. И отзывать этого главу тоже будет проблематично. То есть вот это надо изучить, и тонкая грань имеется, и что-то подходить. На сегодняшний день такие общественные слушания прошли как в городе, то есть как в республике, и в местных органах образования. В основном общественные советы, которые имеются в районах, они сказали, что надо попробовать выборы глав, выбирать не назначаемые, а выбирать населением, чтобы они, встречаясь с населением, рассказывали о своей платформе. И потом и отчитывались. На сегодняшний день, то есть вот этот момент, то есть уже проект, нормативный документ находится в Государственном Совете, но последующий, который будет избран, новый состав Государственного Совета будет заниматься этим вопросом. Унифатий Васильевич, у вас большой опыт руководящей работы и взаимодействия с органами власти различных форм. На ваш взгляд, какая из моделей считается наиболее эффективной? Ну, я в свое время как бы начинал работу как раз в выборных, то есть на мой взгляд, все-таки выборность глав – это наиболее эффективнее. Потому что народ тебе выбирает, ты ответственен перед народом. И тебе смотреть, жить сам и отвечать за свои действия. Одна из задач, точнее говоря, самая основная задача общественной палаты – это создание эффективной переговорной площадки. Вот эта задача выполнена предыдущими составами? Ну, я не скажу, что эта рабочая как бы не выполнена. То есть как раз вот эта связь между населением и правительством как раз и должна быть. Одна из таких проблемных вопросов в то время, как у нас стояло строительство дороги М-12. То есть люди надо было разъяснить, встречаться. Как раз в этом году, в январе месяце, приглашая органов местного самоправления, то есть глав сельских поселений в Шумерле встречались. Люди высказали свое самое многое недоумение, почему через наш район проходит, как будет проходить, где они будут песок добывать, куда будут девать другие отходы. Потому что на сегодняшний день он проходит дорогу М-12 по территории Чувашской республики протяженностью 94 километра. И проходит через районы Шумерлинский, Бресинский, Комсомольский, Янцевский, Канажский и Чувашская республика отстекает на две части. А как будет проходить миграция животных в мир? Потому что эта трасса будет проходить, и там будут отбойники. А как они будут делать все это? Вот вопросов много было. На сегодняшний день они провели ряд определенных мероприятий. И сегодня, конечно, как мы видим в общественной палате, проблема еще остается, это местные автодороги. Они ездят на большегрузных машинах, то есть возят самые, и многие дороги сегодня самые разбиты. И как это надо решить? Потому что построив основную дорогу и оставлять все муниципальные дороги в таком состоянии, конечно, нельзя. Но они не говорят, что мы так оставим. Они говорят, что будет нормально. Но на сегодняшний день там, конечно, ухабы. И население немножко... И общественный контроль необходим. Общественный контроль, как будет, третий глаз нужен. Третий глаз нужен. Помимо того, что вы уже сказали, какие еще направления в приоритете у общественной палаты? Ну, на сегодняшний день, так как мы увидим, то вот это с пандемией людям надо разъяснить. Вот нам говорят, надо вакцинироваться. Обязательно вакцинироваться. Даже Минтруд России, то есть, издал нормативно документов, например, если кто не вакцинирует, то не пускай к работе. А теперь надо объяснить, разъяснить пользы. Почему надо вакцинироваться? Если не вакцинируешься, что это с тобой будет? Просто надо вести... Не просто говорить «вакцинируйся», а «вакцинируйся почему». Но каждый человек сам выбирает, как ему быть. Вы, кстати, себе что выбрали? Тип вакцины имеется в виду? Нет, имеется в виду прививаться или нет? Ну, я для себя как бы решил лучше прививаться. И мы как раз сами у себя на работе, мы на работу пригласили, и сами процедуру таким образом на работе сделали. И многие предприятия сегодня так делают, чтобы люди не ходили в больницу, стояли в очереди и так далее. Но мы пригласили к себе. Первый этап прошли, второй этап прошли. Ну, таким образом. Ну, правда, не все. Не все. Ну, что я никого не настаиваю, никого не обязываю и так далее. Каждый выбирает сам по себе. Ну, и разъяснять людям надо. В самом разгаре кампании по выборам в Государственную Думу Российской Федерации, Государственный Совет Чаваши, Общественная Палата, разумеется, принимает активное участие в подготовке и организации выборов. А какие вопросы сейчас на контроле, вот первоочередные? Ну, если касаешься сама, то есть по предстоящим выборам Государственной Думы и Государственный Совет нашей Чувашьей Республики, то есть мы как бы прямое участие мы не принимаем. Мы принимаем участие, чтобы эти выборы были прозрачные. Чтобы у людей вопросов не было. И у нас как получается, то есть, например, ну, недоверие людей через некоторое время, то есть определенным структурам. Ну, встречаться с людьми разъяснять. Ну, чтобы выборы прошли, действительно, чтобы у людей не было сомнений, что они кого-то не обманули. У нас же как всегда получается? Вот придут, они наговорят, обманут, наговорят, обманут. Ну, тоже мы ответственны перед этим. Ну, как это все правильно сделать? Нет. Но мы видим свою задачу, то есть в этих выборах, чтобы не было нарушений норм действующего законодательства. Вот в прошлом году на прошлогодних выборах общественная палата обеспечивала работу общественных наблюдателей на участках. И вообще сам процесс общественного наблюдения был. Создан штаб общественного наблюдения. В этом году, разумеется, эта практика будет продолжена. И как вы работаете с наблюдателями вот в этом политическом сезоне? По какому принципу вы их набираете? Ну, действительно, в прошлом году, то есть один из пилотных вариантов, то вот наша республика вышла с предложением, чтобы она из общественности, из общественности, не таких, а от политических партий. Каждая политическая партия заинтересована, чтобы его человек был сам. А здесь, в общественной палате, люди, которые там работают, они не стоят никакой в партии. То есть ни один человек, никакой партии, никакой сторонник партии не стоят. И то есть никого как бы не предлагают, не агитируют и так далее. Вот эта задача, чтобы были эти выборы, как бы это настолько, ну, прозрачно, как-то скажем так. Что бы вы хотели изменить или, наоборот, привнести в работу общественные палаты, чтобы она работала более эффективно? Ну, так бы вот и новым составом, то есть мы работаем, то есть такого, чтобы коренным образом что-то изменить, у нас так и уцели нету. То есть уже мы пятый созыв, первый состав, второй состав, Аня, как бы вот первый состав, как раз вот нам стало формированием, вот третий, четвертый, она сформировалась, все самое, то есть работа. Ну что, спасибо большое. А я напомню, что сегодня гостем нашей студии был Ванифатий Шайкин, председатель общественной палаты Чувашской республики. Спасибо за внимание. Всего доброго.